Валерий Седов 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 В Рязани Валерий Седов Валерий Седов Валерий Седов Впервые не столкнулись с необычной проблемой Раскоп оказался влажным Вероятно, археологи достигли подземных вод Им приходится копать траншеи, канавы, отводить воду для того, чтобы можно было работать Несмотря на то, что это несколько тормозит процесс, уже появились первые находки Сейчас мы занимаемся разборкой слоя Мы ищем в земле какие-то археологические артефакты В первый день мы нашли наконечник стрелы Это была очень неожиданная находка К сожалению, мы не смогли датировать предмет Поскольку на нем не было ни орнамента, ни каких-то определяющих деталей Но сегодня мы нашли стеклянный браслет Это тоже была очень интересная находка Но не целый браслет, лишь фрагмент Он датируется 14 веком Это мы поняли по орнаменту Это все очень интересно Я как ученица исторической специальности Мне это очень интересно Если сравнивать этот раскоп, например, с житым, который располагался в центре Кремля То здесь на Введенском находки менее престижные Тут селилось простое население Это были окраины Переиславля-Рязанского Из находок здесь встречаются фрагменты кожаной обуви Детские игрушки, лодочки из коры Железные предметы пояснены пока очень слабо Это нож, наконечник стрелы Тем не менее и железные предметы у нас есть И пошли, правда, в очень небольшом количестве Стеклянные браслеты Массовые украшения русских женщин Правда, оно было характерно для более раннего века Сейчас мы исследуем слои конца XV века А стеклянные браслеты выходят из моды в XIV веке То есть они попали в наши слои случайные Или из-за каких-то перекопов слоя в древности Археологи надеются найти на Введенском раскопе постройки Они помогут исследователям понять, как жили люди в Переиславле-Рязанском в конце XV века Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» С торжествами в честь Казанской иконы Божьей Матери Связаны и церковные, и народные традиции О чудотворном образе вспоминают несколько раз в год 5 июля, к примеру, день воспоминаний о величайшей алтайской святыне Коробейниковской иконе Казанской Божьей Матери В следующем сюжете мы выяснили, почему этот образ так почитаем в нашей культуре День Казанской иконы Божьей Матери отмечают дважды, летом и осенью Казанскую и летнюю, так праздник называют в народе, ежегодно празднуют 21 июля Казанскую икону Божьей Матери считают чудотворной Почитать икону начали с 1579 года Такая особенная символическая наполненность и значимость Она была определена, наверное, самим местом обретения Извода Казанской иконы Божьей Матери Дело в том, что прошел пожар большой в Казани, в новопостроенном городе И в этот момент татары, живущие на этой территории Они просто посмеялись над русскими, сказав, что Наверное, ваш христианский бог вам не очень-то и помогает И вот как заступница перед язычниками Как покровительница христиан на языческой земле Богородица и явилась в этот момент Для того, чтобы явно и вещественно доказать Что ее молитвенная помощь никогда не оскудевает С тех пор это особое покровительство именно воинам Которые сражаются за веру христианскую Икона сопровождала русские войска во время польской интервенции Петра I во время борьбы со шведами А в 1941 году самолет с этой иконой облетел Москву Когда началась Великая Отечественная война Впоследствии появилось очень много списков Причем уже вскоре после того, как она была обретена Не было понятно стопроцентно, где подлинник, где списки Очень много самых разных версий на этот счет бытует И в конце концов появилось много списков Которые тоже в свою очередь стали признаваться чудодейственными И в общем эта икона стала весьма и весьма популярной У всех списков иконы Казанской Божьей Матери Есть определенные отличительные черты Это, как правило, оплечное или погрудное изображение Богородицы То есть мы не видим ее путеводительного жеста к младенцу А в остальном она, в принципе, очень похожа на Адигитрию Единственное, что лики младенца и Богородицы Сближаются друг с другом То есть акцентируется связь между матерью и младенцем И вот это, с одной стороны, акцентирование связи между двумя ликами С другой стороны, это акцентирование связи с самим предстоящим предыконой Потому что укропнение лика, это значит укропнение глаз Лик Казанской Богородицы сейчас есть в каждом храме в Рязани Именем иконы назван монастырь В нашем музее есть несколько икон Это иконы, которые раньше бытовали в храмах В рязанских, не казанских Ну, поскольку, значит, популярны, то были и в других храмах А если говорить о казанских храмах То здесь, известно, в Переславле-Рязанском еще в 16 веке был у нас монастырь Девичий Явленский, как он назывался То есть он был посвящен явлению казанской Божьей Матери То есть, видимо, вот где-то вскоре после этого чудодейственного обретения в Казани Он и появился Сначала здесь существовал монастырь на территории Кремля Затем в конце 18 века был переведен на современную улицу Фурманова Кроме того, что казанская Божья Матерь сопровождает русское воинство С момента ее обретения Ей принято молиться об исцелении от болезней О заступничестве, о семье и счастье в личной жизни Казанской иконой по традиции благословляют новобрачных Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и спокойных новостей До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова